После летних каникул мы с группой всегда собираемся 30 августа, чтобы заранее нагуляться перед учебным годом. Травим байки про летние каникулы и рассказываем, кто где был и что делал. Так было и в этом году. И тут наша староста стала плакать навзрид. «Что с тобой?» – спросили мы ее. И вот что она рассказала мне. В июне у нее умерла лучшая подруга, попала под машину, за рулем которой был пьяный водитель. Хоронили в закрытом гробу. Саша, староста группы, была на похоронах. Когда пришло время в крышку вбивать гвозди, не выдержала мать погибшей. Подбежала к гробу, крышку отодвинула и положила дочке ее сотовый телефон со словами «Звони, доченька, звони». Мать успокоили. Похороны завершились. Через несколько ночей в квартире Саши раздался телефонный звонок. Сквозь сон, еле открыв глаза, она увидела на экранчике телефона номер погибшей подруги и их веселое фото в обнимку, которое Саша поставила в качестве картинки вызова ровно за день до гибели подруги. Сон как рукой сняло о том, чтобы ответить и речи не было, а на часах было три ночи. После той ночи Саша стала нервной, пугливой и раздражительной. По ночам не спала, но телефон молчал. Через недельку-другую все стало казаться бредом, и она стала думать, что ей, скорее всего, это просто померещилось. И тут снова ночью ее растревожил звонок сотового телефона. И снова этот номер. Снова пришел страх. Саша пошла к матери покойной и рассказала о случившемся. Так как не странно обрадовалась, расплылась в улыбке и приложила оставить сотовый телефон у нее хотя бы на одну ночь. Саша так и поступила, а на следующий день женщина уже забирала скорая с сердечным приступом. Мать подруги ничего не говорила, только странно улыбалась, лежа на носилках скорой. Саша посмотрела в журнал принятых вызовов и ужаснулась. По тому номеру был разговор длительностью 30 минут. Саша решила срочно сменить номер. Пошла в сотовую компанию. Спросила, через какое время номера, которыми не пользуются, блокируются и перепродаются. Ей сказали, что только через год как минимум. Политика компании. Тогда бедняга сделала распечатку вызовов на свой номер. И действительно, на телефон три раза поступал входящий вызов с того самого телефона, который был похоронен. Редактор субтитров А.Семкин